Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске». Сегодня мы находимся в выставочном зале, где проходит кукольная выставка. Что хочется сказать, что я уже немного успела окунуться в детство, а дальше нас ждет только все самое интересное. Нас встречает Ольга Васильевна Леонтьева, это заведующая выставочным залом. Ольга Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос, который прямо у меня вот сразу с ходу. У кого возникла такая замечательная идея устроить вот именно выставку, да, кукол? Ну, это, я считаю, идея нашего отдела всего. Мы очень хотели сделать что-то приятное, доброе для жителей нашего города. Ну и действительно хотелось, ну, не то что удивить чем-то, а показать что-то теплое, доброе, светлое и радостное. Думаю, что нам удалось. Расскажите, в целом, сколько удалось собрать экземпляров и какие куклы здесь представлены? Ну, более 400 куколок. Если вот так прямо считать, то 450 я считала, да, включая маленьких пупсиков. И мы, конечно, очень благодарны жителям нашего города, потому что без их помощи и поддержки мы бы не справились. Кроме куколок из фондов музея у нас активно откликнулись горожане. И условно мы выставку разделили на несколько мини-экспозиций. Какие это экспозиции? Можете назвать? Конечно, это кукла театральная. Вот в данном случае как раз мы находимся в этом зале. Кукла народная, кукла авторская, кукла советского периода и кукла 21 века. Мы находимся возле экспозиции, которая называется «Кукла советского периода». И рядом со мной сейчас находится теплова Людмила Петровна, которая предоставила на эту выставку целых 111 кукол. Вы представляете, это лишь малая часть вашей личной коллекции, правильно? Да. Людмила Петровна, расскажите поподробнее, почему решили коллекционировать кукол? Вообще откуда у вас 500 штук дома? Да я никогда не хотела коллекционировать сначала-то. Просто хранила свои куклы детства в кладовке. Потом решила их починить и одеть, обуть. А потом как-то соседи стали приносить куклы сломанные, не сломанные. Тогда я стала интересоваться советской игрушкой. Стала интересоваться авторами. Оказывается, узнала, что их все республики изготовляли. И почти где каждой были какие-то там отличия. Клейма у кукол. Авторы, художники. И это мне все больше и больше затягивало. И вот выросло в 500 штук. Но это, я думаю, уже остановить себя, я, наверное, не в силах. Это затягивает. Это затягивает. Да. Людмила Петровна, насколько я знаю, вы живете не в Бийске, за городом где-то. Расскажите где. В зональном живу. И что у вас прям дома, вот все 500 кукол? Да, в комнате. Там у меня отдельная комната. Живут куклы. В основном советского периода. Ну, есть куклы ГДРочки. Вот это вот. Вот это вот ГДРочка. Кукла вот эта. Вот эту куклу мне принесли нынче. Вот комок грязи. Соседка Малину чистила и принесла вот эту куклу. Я думала, я с ней не справлюсь. Но нет, как-то справилась. Эту куклу мне подарили. То есть, получается, если вам приносят куклы уже в таком потертом, пошелканном состоянии, вы привозите в порядок? Запчасти мне привозят, приносят. И я вот мне недавно, с Бийска женщина подарила Зинаида Васильевна куколку очень хорошую. У нее не было руки, но кукла очень хорошая, теперь уже она с рукой. Так что спасибо Зинаиде Васильевне. Вы вылечили куклу, правильно? Вылечила. Так что... Людмила Петровна, а расскажите в целом, вот что для вас означает эта коллекция? Все-таки увлеклись не на шутку, скажем так. Наверное, больше всего, потому что теперь их не изготавливают. Это же советские куклы из страны нет, и фабрик нет. И хочется сохранить, наверное, крупинку истории. Ну а сейчас небольшой экскурс в историю кукольного мира, который нам проведет Юрий Викторович Поздеев. Это научный сотрудник выставочного зала. Юрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Мне хотелось бы немножко рассказать именно о таком историческом экскурсе развития кукольной индустрии у нас в Советском Союзе. Надо сказать, что сегодня российская кукла производства, она далеко по своим темпам, по своим темпам выпуска, развития, она не догоняет ту индустрию, которая была в Советском Союзе. То, что здесь представлены вот эти куклы, это лишь маленькая мизерная доля. Почему? Потому что в советское время было чуть ли не в каждом большом городе, вот я жил в Екатеринбурге, раньше он в Свердловске, то была своя кукольная фабрика. Москва насчитывала около 10 фабрик вот таких кукольных. Кстати, когда свершилась революция, то молодое советское правительство посчитало, что кукла – это пережиток прошлого, что это, то есть кукла воспитывает мещанский вкус. Но когда со временем люди поняли, что действительно кукла может играть очень большую важную роль. Мне хотелось бы показать именно основные те моменты, которые важные, которые сыграли большую роль в жизни нашего государства. В 1957 году в Москве прошел знаменитый Московский фестиваль молодежи и студентов. И это тот момент, когда к нам в Советский Союз впервые хлынуло очень много гостей из-за рубежа. И в Москву приехало очень много людей разных национальностей, в том числе и негритят. Эти куклы именно появляются с 1957 года. До 1957 года их не было. Вот, то есть вот такая важная эпоха. Эпоха. Далее. В советское время были куклы, очень развитые куклы в национальных одеждах. Ведь у нас было 15 государств. И вот, например, мы можем увидеть вот кукла «Украинка» в национальной одежде. Сразу можно понять. Вот кукла, например, это русский мальчик, тоже Иванушка. Вот таких кукол было очень много. Вот, кстати, кукла «Таджичка». До наших дней не дошла тюбетейка, у нее была такая тюбетеечка. Вот, поэтому такие куклы, они были очень развитые. То есть, опять же, они не просто выполнялись, они прививали чувство интернационализма. В советские времена люди не... То есть они не смотрели на человека какой национальности. А главное, все были едины. Не смотрели кто-то армян, грузин, русский, латыш. Я хочу показать еще одну куклу. Это вот такой красноармеец в Буденновке. Это тоже был очень развитый экипаж, особенно, знаете, в 30-е и 40-е годы, когда действительно чувство патриотизма, вот в предвоенное время, гордость за нашу Красную Армию, тогда у того поколения. Вот, они как раз, то есть играли вот в такие куклы. В 70-е годы появилась вот такая кукла «Чебурашка» в связи с выходом в свет. Мультфильм «Чебурашка и крокодил Гена», режиссера Успенского. Ну и всем известно, это образ, выполненный художником Котеночкиным. Вот, он живой по сей день, этот художник. Вот. И также интересны вот эти куклы 60-х годов, пластмассовые. Тогда не было слова «пластик», а была пластмасса. Вот, это именно конкретно 60-е годы. Вот, они тоже очень такие были эргамичны, как сейчас говорят. Сейчас со мной рядом Татьяна Танана. Это одна из участниц выставки. Татьяна, здравствуйте. Расскажите для начала, почему решили принять участие в выставке? Вообще, я занимаюсь изготовлением авторской куклы, много для себя. И здесь, когда узнала, что будет выставка именно куклы, у меня так случайно оказалось в коллекции несколько моих еще советских кукол, с теми, которыми играла я, которыми в последующем играли мои дети. Расскажите, сколько прошло лет? Вот на протяжении какого времени вы сохраняете эти игрушки? Ну, надо сказать спасибо, наверное, моей маме даже в первую очередь, а не мне за то, что они сохранились. Вот, например, эта кукла, я ее помню вот с момента своего рождения. Она была со мной с самого начала. У меня есть где-то фотография, где мне еще нет года, и я сижу рядом с ней. Что для вас означают эти игрушки? Ну, это, наверное, какой-то кусочек детства. Они же были как живые сестренки-подружки. Скажите, сейчас вы занимаетесь изготовлением авторской куклы. Расскажите, из чего изготавливаете, и почему вообще решили заняться таким хобби? Ну, наверное, образование в свое время у меня было по профилю, художественное. Работать не получилось, немножечко в другую область пошла. А хочется все-таки немножко прикоснуться к красоте, к творчеству. И шью кукол текстильных, из фетра делаю игрушки разные, брошки также. А как считаете, вот есть ли какое-то отличие советские игрушки, да, и сейчас, которые у нас идут? Ну, да, огромное отличие, скорее всего. Ну, хотя они тоже, казалось бы, вот посмотришь, вот здесь на выставке лица похожи. Все равно какая-то, мне кажется, у советских была индивидуальность. Они больше были, опять же, похожи на детей. А сейчас, ну, в основном же это барби, то есть что-то в этом роде. И это такие какие-то, ну, одинаковые абсолютно, и уже в барби это взрослая женщина, так скажем. Мы играли детьми. Сейчас рядом со мной представительница авторской куклы, это Елена Филинкова. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а почему решили принять участие в выставке, и какие куклы вы здесь представляете? Ну, просто мне интересно стало посмотреть другие куклы, показать свои, что я могу сделать. На выставке куклы мои в чулочной технике и текстильные. Как давно вы увлекаетесь вот этим творчеством? Ну, лет восемь, наверное, в общей сложности, как увлеклась. За это время сколько кукол успели смастерить? Ой, я не считала, но очень много. Ну, примерно, можете сказать? Может быть, около 400. Ничего себе. И все они выполнены в одной технике? Ну, в двух техниках. Вот чулочная кукла и текстильная. А у вас сохранились какие-то вот именно ваши куклы, которые... Ну, вот лично моих, которыми играла я в детстве, нет, не сохранилось. А вот которыми играла моя дочка, то есть. Ну, это было уже лет 30 назад. Вот эта вот куколка-невеста. Это моя мама подарила внучке, как своей, эту куколку. Вот эту куколку мы с моей дочкой сами покупали. Вот такой вот Ванечка, вот купсик у нас есть. Кстати, этот Ванечка, он с такой интересной историей. Расскажите. Ему очень любила играть моя внучка старшая. Вот играла она, играла. А у меня есть вот как-то такая традиция менять игрушки. Половину убирать, половину оставлять. И в очередной раз я этого Ванечку в ту половину убрала. Убрала, а она не спросила. И забыла про него. И потом пошли куклы Барби, всякие братцы. И она вроде как увлеклась этими куколками. Я про него забыла. И он пролежал лет, наверное, 15 в чемодане на балконе. И потом мои средние внучки подросли. И я решила в огород дать поиграть тем, чем не жалко. Нашла этого Ванечку. И моя старшая внучка вдруг его увидела. Столько радости было, вы не представляете. И что ты сказала? Он, оказывается, у нас есть. Я думала, ты его выбросила или отдала кому-нибудь. Я говорю, а почему ты не спросила-то? Я постеснялась. И вот ребенок столько лет думал, что его нет. И вдруг вот встретилась. Лена Дмитриевна, вот насколько вообще важно, как считаете, вот сохранить именно вот эти игрушки детства? Ну, я думаю, конечно, важно. Это же как бы наша история. Это мы будем рассказывать своим внучкам, во что играли их родители. Ну, если у кого сохранились, конечно, еще свои куклы, то это тоже очень хорошо. К сожалению, в моей семье не сохранились куклы бабушек, мамы, да и мои уже утеряны и давно раздарены. Ну, что хочется сказать. У меня есть любимая детская фотография, где на ней я с неваляшкой. Вот неваляшка – это одна из любимых моих детских игрушек. Вот такие вот теплые детские воспоминания. Ну, что ж, дорогие друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока. Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube. В группах «Бийск. Мой город» в социальных сетях. А также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bimorg.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова